Я смотрел фильм, и я буквально вот четыре раза его кряду, наверное, смотрел. Все-таки какая сила у людей была, вот сила и веры, и вот любви к Богу. Ведь шли ведь напропалую, шли, ни на что не смотрели абсолютно. Неужели нам не научиться у них ничему? А как же не научиться-то? Да-да-да, по житиям, посмотри. Нам не прямо искали. Горе само на них. А ты посчитай, как они... И ему говорят, там на той-то улице арестовывают, он не может отойти, идет по улице и кричит. Вы где гонители? Псерковь стала запрещать это делать. Надо уклоняться. Гонят в одном городе, беги в другой. Но если уж взяли, ну теперь выдержим. Я вот не жил, вы в прошлом вот это запись сделали, пополам-то перерубили так. Моя, здесь, конечно, голова, а тут ваша. Всем так понравилось, и все говорят, ой, как вы с нами станете, это хорошо. Вот это да. Я вашу хвалу под себя подгорел. Я сейчас вот, я начал, я вот сейчас снимаю видео такое же. Я начал снимать там, всем отсылаю. Это, знаете, как так еще никто не делал, вот как это я сейчас делаю. Мое ноу-хау. То есть Господь мне открыл, как это возможно делать, понимаете как. Вот. И есть такой, это секрет, я вот хочу вас научить. Но это, понимаете, в чем дело, это штука сложная такая, чтобы ей научиться. Это надо, наверное, я буду Володю обучать этому делу, чтобы вы могли. Послушай, поучи того, о ком я сказал, не говори. Я его уже научил. Все, путь приходит и делает. Больше не учи нас, не трать время, давай по делу поговорим. Он нас научит. У меня уже два глазка. Теперь второй глазок, который старый был, он пойдет? Вот, вот это я вам и пытался объяснить, сколько времени. Я вам объяснял, вот теперь вы, наверное, видите, что я хотел вам объяснить. Нет, вы не объясняли, вы только сказали. А я понял, что я не способен. Мне надо, чтобы рядом было, я записывал, мне не тратится ряд. Давай по делу. Какие возникают вопросы там? Да какие у меня вопросы, Игнат Тихачев? Ну, сайт, все, сайтом работают люди уже, сайт уже там в полном ходе. Я сейчас, что, я буду сейчас, вот как вчера или когда я позавчера там говорил, вот сейчас буду заниматься миссионерством вашим, буду выставляю, уже подготавливаю. А вы знаете, что нужно? Нам нужно снять видео, будет такое отдельное. Я вот не знаю, как грамотно прописать вопросы, чтобы вы поответили по этим вопросам, чтобы я выставил видео там на различных форумах, сайтах, чтобы люди поняли, что за миссия у вас, что за книги. Ну, я думаю, так минут на 15 вот такое видео снять. Так давай. Ну, это, я не знаю, как грамотно-то вопросы поставить. Знаешь что, не думай об этом. Вот как они у тебя на сердце лежат, ты все перестрадал, и ты уже столько, когда сейчас работаешь над форумом-то, я так, когда смотрю, что ты выставляешь, какие, уже дошел до моей фамилии там, и думаю, о-о-о, браток, ты уже поднабрался, а? Тебе просто так не подведешь. Ты же ставишься за ролик, и читаешь же. Ну, а как же, я же не буду ставить просто так. Ну, закладывай вопросы тебе еще. Ты перед тобой там все, ну, а дальше это будет, особенно, когда разборка там, на букву РФ. Вот тут ты попаришься. Да в чем дело, дело в том, что уже все, не я работаю, там уже мастер поставлен, он уже будет, сейчас мы быстро вопросы все закинем, понимаете, то есть сейчас за пару недель все ответы уже будут на сайте стоять. Я думаю, уже после Нового года мы начнем установку аудио, понимаете, как, то есть все начитки. Мне же Игорь прислал диски. Вот. Теперь мы возьмем пространство, интернет-пространство, вот, такое независимое, и туда все ваши аудиофайлы, я туда закачаю на это пространство, ну, Яндекс.Диск или Гугл, вот, и будем независимое ставить аудио, понимаете, то есть ни от кого независимое, это будет вот, ваше аудио будет стоять на этом сайте, то есть люди будут заходить и слушать все проповеди или Библию, или все что угодно, все ваши начитки. Ну, а я не знаю еще, что Игорь это там прислал. Он все прислал, я просмотрел там, по-моему, девять дисков, все, все, что, все ваши вообще, на все, что было и есть. Девять, это не все. Их было двенадцать, да еще три добавленные. Это там беседа с Алистанбром Меню, с отцом Дмитрием Дудко, Геннадий Фаст. Вот, видимо, они все прислали, надо посмотреть под номерацией, как они идут. Я вот буду закидывать, когда на диск все аудио, вот эти все диски, я уже вам дам там отчет, что я закинул, и даже сами сможете просмотреть, вот. Так, ну-ка, давай-ка вопросы, какие они есть, как есть, вот сейчас дальше продолжай. А если должен был, мы повторим, к счастью. Что самое большее вас трогало, что волновало, с чем-то не соглашались, только ничего нигде не надо, вот, говорится, марафетить, как есть. А вот, как есть, это означает, мы доверяем себе Богу. Игнат Ильич, да я никогда ничего не марафетю, я человек прямой, понимаете, мне если не нравится, я скажу, мне не нравится, а если мне нравится, то я и говорю, что мне нравится. Я вам высказываю, я вот, я же вам говорю от самого начала, что надо помягчить с людьми там, но вы меня не слушаете. Вот, вы такой, как есть, я же не могу вас переделать правильно. Давай, давай, попробуем, попробуем. А в начинках что? Мне все нравится, понимаете, я не знаю, людям, вот, я многих людей вижу, вот, на сайтах отклики дают по вашим, понимаете, это дело вкуса. То есть люди некоторые просто слушают ваши начинки, вот, конкретно ваш голос, понимаете, потому что они проникаются им. А кому-то нравится, вот, именно с сопровождением там, с звуковым сопровождением голоса такие сказочные, понимаете. Ваш голос идет от сердца, он, вы не играете. Вот, а другие начинки, вот, людям, может, у кого-то вкусы разные, конечно, кому-то нравятся такие вот, они начинки, понимаете, такие художественные. Ну, я не знаю, мне вот, вот, все, все там нравится. Ну, я вам, я вам в любви признался, что я люблю вас, понимаете, я узнал вас там много лет уже назад, 10 лет назад, вот, заочно узнал, и просто, просто, ну, нравится мне человек, чего я, а кого я смогу убедить в чем-то. Вот, мы дело сделаем, будем людей привлекать. Я надеюсь, что люди пойдут, потому что будет сайт работать очень, так, будет работать просто все, и не надо ничего скачивать, люди будут слушать и смотреть. Вот. А пока критику какую-то выставлять, я не знаю, какую критику. А точно, наверное, настолько все, как говорится, идет в рамках, я не нахожу никакой критики абсолютно. Я могу только против вас заявить, то, что к людям немного поласкали, и все. И, понимаешь, это мне когда говорят, я говорю, ты давай рядом будь. Так они рядом, когда со мной находят, которые начинают противотействовать, так они после этого, наверное, меняются, говорят, о-о-о, какие вы мягкие, я-то ведь не вынежал бы это. Что они говорят? У меня архиерей, не кто-то, а епископ наш. И он-то вот это все насчитался и говорит, потом он уже говорит, вот я думал, я приеду, ну ладно, а как я с Игнатием ланить буду там? А когда приехал, я говорю, смотрю, совершенно другой человек. Я пасал вещик в это время, он со мной, вещик пошел пасти, мы нашли где большие копны, там это, ну, тракторами сгребают, на самому, мы залезли, они же нехорошо наклеивали поснуться там на поле, где остатка, и мы там все вопросы решили. Все, от ветра как прятались там за пустами. И он совершенно поменял отношения и стал говорить другим. А про хвостового Павла разве не говорили? В посланиях он строг и силен говорит. А в личном общении речь его незначительно. Это я вот знаю, это Володя знает, это близкие ваши знают. Ну, люди, понимаете, которые вас встречают вот в первом и во втором видео, они сразу делают уже вывод скоропалительный такой вот за ваше обличение, понимаете? И они вот посмотрели одно-два видео, и все, и вас просто отрекаются от вас, и все, и больше не обращаются ни к ссылкам, ни к чему. На это не надо смотреть. Вокруг Христа сколько было, а то нашли, и он не стал никого удерживать, не стал голосом, а говорит, не хотите ли вы уйти? А Петр говорит, кому нам идти, у тебя благослови вечной жизни. Люди, которых Господь положил на сердце, а они рядом, они в разных городах, которые мне пишут. А эти, которые, ну, рядом, ворчаны, они еще, я и дарю данные, нет, я не могу поверить, у меня батюшка, батюшка сказал, главное препятствие на священники. Сегодня люди должны обернуться на историю церкви. Почему так получилось? Когда соединился престол монахши с патриаршем, в временах Константина Великого, вот отсюда вся беда и началась, отсюда бегство в пустыне и так далее. Но это вопрос, он постоянно везде звучит. Вот у нас прошли, что самое ценное? Я говорю, насчитать можно лучше. Материалы-то есть, там, гримеры, золотовозжития. Дальше что? Написать книги, там, какие-то, красивее, лучше оборвляют. Но у меня есть то, что никто не создаст никто. Это я так же скажу, и все. Это вопросы ответа. Да куда уж создавать, уж времени нету создавать. Уже люди не рождаются такие. Кому создавать-то? Вот за вами уже никого нету, понимаете? Вы последние. Все. Больше никого нету и не будет никого. Господь больше не воздвигнет никого. Это однозначно. Потому что мы же видим, вот такие люди рождаются. Опять же, отец Сергий смеялся над семинарией, которые обустроили сейчас. Семинаристов набирают дубовые двери, полы паркетные, обои самые дорогие. Ну, какого они священника-то выпустят оттуда? Это уже обо всем говорит. Вот об этом, как говорится, глянце этом. И все учения такие глянцевые у них. Это же никакой прямоты и правды нету абсолютно. Не учат ни обличению человека, ни правду говорить в глаза. А все как-то вот обходить окольными путями. И вот делать такое православие глянцевое все. Мне интересно. Когда у нас фильм сняли, предчувствие. А он взял главный клиент в международном киноконкурсе документальных фильмов о православии. Ну и самый большой кинотеатр в нагроме «Мир». А у меня хорошие отношения были с директором Юдина, Зоей Павловной. А ну, что у меня какой-то должность занимает большую. И она ему тоже сказала, приходи, премьера будет. Ну, режиссер здесь, там выступает. И, ну, я как главный герой оказался, этот фильм вытащил, как сказали, иначе, наверное, еще не дали. И вопросы стали задавать. А вопросы задают, говорит, зал там большой, огромный зал, прям около вокзала. Она говорит, я светила, когда вы отвечали. Она потом говорит, у меня так, у меня зубы застущали. Говорит, я думаю, меня в зале арестуют, говорит, сейчас. Муж, говорит, еще с тобой. Это сьюши, как он говорит-то. А ведь это сегодня. А вот тогда-то, ну, надо понимать, была партия, это у власти была. При партии, когда тут сидят, и тогда не ПСБ, а КГБ было. Но что интересно, ни разу никто, нигде из властей рот не затыкал. Не затыкал. Мало того, подходили, говорят, имея краточную руку, жалят. Я не теоретик. Я конкретно, я практик. По любому вопросу, вот сейчас я с Володей говорю, вот я конкретно начинаю работать. Тогда сильно стоял вопрос о беспризорных детях. Их как в гражданскую войну было. Я организую лагерь и начинаю работать. Без помощи государства. 41 год. Так речь идет о тысячах детей. А лагерь имеет особенности. Это вместе с родителями могут пребывать, продолжать. Нет возрастных групп. Можно на все лето. Это самому и обслуга, и все мы 40 лет работаем бесплатно. Вот вопрос решает, это конкретно. И там уставы, и приезжают люди. А вот народ еще не знает. Я буду занять застраду в пяти университетах, там в семи техникумах, в тринадцати школах, во всех польских шестях, на заводах, вовремя. Все буквально охвачено. Конкретно практика. Рано вызывает все учителя, директора. Прокуратура вызывает, приезжает на машине. Это все прокуроры и зампрокуроры полтайского края. Это большие милицейские залы заняты. Так они по сегодняшний день вспоминают. Притом я еду, накружаюсь библией, в Евангелии, когда их не было. На ладере мы связь покупали. Но они почти десять раз дешевле в магазинах были. Себестоимость. Через баптистов. То есть вот конкретный вопрос. Люди не знают, а где Батаустов делать? Я не стал так наслуждать. По одному тонну доставал, насчитывал. И с сотнями тысячами тиражей. Своя трудстудия. А денег не брали. Бросался, опять пищи делал. Все. То есть вот вопрос. Вот ответ. И так и сегодня. Любой это может сделать. Любой. Ничего особенного в этом нет. Но доверие к Богу полное. Вот я сегодня. У меня целый день размышления были. На моих линиях где-то. Что означает фавор? Ну кто мне так? Да Христос преобразился. Да тут вообще не указано, что фавор. Это только тонус. А мне кажется, фаворы и фальсы это очень близкие. А почему? Ко мне уже сразу вопрос. Я успел сунуть кое-что в интернет. А вот почему. Вы, я говорю, согласны, что монастыри нужно? Ну конечно. А что такое монастырь? Слово моно это отделение от мира. Так вот кто первый основатель мысли подался? Не знаете? Петр, Яков, Яков. Когда Господь взял их на гору преображения, и они сказали, сделаем три кущи. Да не три кущи. Ну конечно, это монастырь. Сверхи горы, ничего не надо. А Господь что сказал? Даже и говорили, ибо не знали, что говорили. Внизу бесноватый ждет. Внизу ждут люди. И он их смел. Вот этот монастырек в мозгах. Ну не существовал, но не больше полчаса. Все. А потом уже более проще монастырь. Сидите и никуда не удаляйтесь. И они от Возвесения до Троицы 10 дней ждали. Вот Божественный монастырь. Все. И он закрыт. А теперь вы будете свидетелями. А сидите для чего? Мы молимся за весь мир. Об этом речи нет. Заколи, не обещайтесь силой. Вы 10 дней сидели, дорожали. Они заперты были. Призакерт империады Господь пошел. А теперь он пришел, все двери с забора полетели. Пошли по всему миру. А почему они теперь это послушались? А Господь сказал, как Иона, пророк, был в очереди земли три дня и три ночи, так сын человеческий. А другого знамения не дастся, кроме знамения Иона, пророка. Вот где главное это чудо. А Иона-то куда пошел? И вот Бог послал в Еврею, а он в фарсик отправился. А когда он будет, начался, кто ты? Я пророк, чтущий Бога. Он чтет Бога, а едет в совершенно другое направление. Это сегодняшнее положение церкви. Господь говорит, не монастырей идти, а Редине Еве погибает. 120 тысяч, это было миллион Мехико, Токио, Москва. Вот какой-то город был Калиф. А он пошел куда. Можно перебью. Вот, а если мы возьмем за пример монашества Христа, когда он ушел в пустыню на 40 дней, не пример ли монашества? Ну все, 40 дней, достаточно, согласен. Апостол Павел пошел в Аравию. Об этом-то и речи. Никаких обедов, ничего нету. А до чего он пошел? Для искушения. А кого искушают по сцене, когда их тут враг искушает на каждом шагу, они женятся друг на друге дают. А в чем речь-то идет? И посмотри, что делается в Инкарнате-то. Сколько уходов за штаб-то. И вот теперь и он приходит, и у него альтернативы никакой нету. Еще 40 дней, и Невер погибнет. Начинь покаяться. А мне Бог не говорил про покаяние. Он нигде о покаянии не говорит даже. 40 дней, и Невер погибнет. И как Бог положил? Он не ожидал ничего. Отошел и сидит там, написано, под тыквой. Это вот в славянском переводе. И ждет, когда разрушится Невер. А там уже пост наложили. Еще тут пост. Я же обещал. Они разрушатся. А вам еще подумают. Пророчество не сбылось. Я уже пророк. Господь говорит, они лево от права не отвечают. Ну как же не пожалеть-то? Там скот посетятся. Дети посетятся. И отступили самое главное от злых дел. А все отступили. Чем мы раскрыли? Так вот это сегодняшнее положение. И он, голова опутана была травой и тиной. А сегодня в очереди земли, в очереди монастыря они засели. Полторы тысячи лет не могут вылезти. Я нашел эту аналогию. Нашел никогда на сегодня утром. Вот чего надо брать-то. Так беда в чем еще есть? Вы посмотрите, какой процент сейчас. Я не знаю. Это прям погибающие люди. Вы смотрите. Сейчас уже, наверное, около трети приходят, принимают пост их и уходят через некоторое время. Оставляют свой обед. Господа. Вот. Не надо было давать обед. Но ко мне приезжает один такой. Он посватался. Перед рукоположением надо посватать. Да парень видный такой из себя. А девчонка-то там прям никакая кажется. Но ему она понравила. И она что отказала ему? Вообще невероятно вещь. И он ко мне все время заходил. Мы близко знакомые. Как говорится, его отец пришел. Ну, в моем доме. И крещение принимал он вместе с ребенком. А теперь он вырос, этот юноша. И он ничего не придумал, как отомстить этой девке. И как он решил отомстить? Придеть в монашество. И епископ Антоний Васильевич его постригает. Совершенно не готового. У него у дяди там 10 детей. То есть это человек из Магасимеда, из родней всех. И на него это узор насыпили. А у него характер крутой. И кто-то что-то ему там болтареет. Говорит, что тебе руку целовать? А он сходил. Он разворачивается, ходил он его угли по алтарю. И вот он, а он здоровый такой, крепкий. А архиерей начал, ну прости. Архиерей, он только просил, он опять. Архиерей меня спрашивает, что же мне с ним делать? Я говорю, ты почему меня не спросил-то Антоний? Епископ. Ты же знаешь, что видел меня, он со мной вместе был. Почему ты не спросил? Я бы тебе сказал, он был у меня в лагере. Я его из лагеря выгонял из детства. Вырос. Но у него открылся. То есть он был, но не так. Он как запоет. Там, кажется, паниханила трясутся. Вот она все это оставляет. Уходит и поступает в консерваторию. Заканчивает ее, это ведущий бас. В белорусской, там где, в Телакарху, в Армоне, там князя Игоря, играет Бородина и прочее. Это все в интернете можно найти. Если желаешь, посмотри. Там стенка, Петр. Ты его найдешь. Вот как. Теперь он ко мне приезжает и говорит. Ну что делать? Унашел там Лизы, хорошую девушку. Я говорю, слушай, ты меня знаешь. Я абсолютно против всяких этих обетов. Монашество, пожалуйста, пусть они... Я за монашество. Все время. Одному, Павел говорит, лучше спасать. Не женатый заботится угодить, как Богу. Но ты-то уже обет надал. Ты же давал-то венцы, ты Богу давал. Перед Богом. И уже ничего нельзя сделать. Ничего. Потому что ты это делал не там, где трудно было тебе. Как в Афганистане некоторые дают на пет, а потом горнулся. Это мне тоже подходит, мать. Ну что ему делать? Ты пообещал им. Оттуда доворвался. А жизнь продолжается. Я говорю, тебе ничего нельзя сделать. Только объявляй в гост. Молись и обижись, как-то проведи. Нарушение. Я ни одному не давал нарушение устава. Никогда. Даже мысля. Но это они знают. Он не посмотрел на это. Женился. Ушел. Я встречаюсь с ним. Он полностью потерял веру. Никакого Бога нет. А ведь начиналась трагедия. Там, где был епископ. Ты же говорил, кто перед тобой стоит. Кровь с молоком. Красавец парень. Там метр, наверное, под 90. Там надо видеть, какой он из себя. Вот штука-то какая. Вы не читали «Гулливера»? Да я фильм смотрел и считал. Не, фильм. Я вообще, у меня были такие догадки. Я вчера еще раз фильм-то уже под... Да не вчера, а сегодня под утро уже включил. Я люблю его, этот фильм. Вот. И знаете, что мне пришло на сердце? Что Невзоров. Невзоров именно тот Гулливер. Я думаю, он впечатлился этим романом. И сейчас вот он продвигает свою теорию. Я опять же вчера его и Невзорова послушал. То есть какого Невзорова? Невзорова леплю. Но этого безбожника нашего российского главного. Как вы его разбираете? А какой он? Да какой он молодой, который против церкви у нас сейчас идет-то? Ну, это Невзоров и есть? Александр Глебович? Невзорова, Александр Глебович, да. Вот, Гулливер второй, точно. Он же с лучшими там. Вот, все, беда. Это у меня сосед. Сосед Север свердит. Ну, пускай свердит, он не помешает нам. Вот, все. Короче, Невзорова, Гулливер, я точно понял теперь. Да, я же как советую, собрать совет в Синоде, лучших красноречивых отобрать туда, ну, не здорово. И прийти с записью, хорошую запись сделать. Просто сказать, Александр Глебович, ну, проноевали, хватит. Но это одна страна у нас, другой страны-то нам Бог не даст. Имеете народ в каком разбороне. Мы поняли, мы-то не такие. Давай ты, так, выскажи нам все свои претензии, обиды, мы запишем. И мы постараемся это дело поставить на Синоде перед священником. Вот что надо делать, а не долбить в него, не в норме такой. И молиться за него. Я его долбить не могу, но разбирать могу. Почему? Я за него молюсь. Молюсь? Молюсь непрерывно. Вот и все. А у них этого нет. Я тебе когда скажу, а ты не в дом ее молишься? А что за него молиться? Интересно как. А я за него, почему каждый день молюсь? Он нужен, пахается, он живой. Есть еще такой умница, с термином, германом. Он миллион от охватил и вовремя успел отойти. Отойти, заниматься сельским хозяйством, несколько армон. Я знаю, я изучил его полностью. Ну вот, я за него тоже молюсь. Мужик, вообще, я не знаю. Яднам бы тоже такого в православии, там бы, он бы столько понаделал бы тоже. Вот. Вот о чем вещь. А у нас как? Ни с собой это в одно слово не сходится. И в тех, раскольник, там, еще как-то назовут. Мы не умеем ценить таланты в людях, которые с нами в чем-то не согласны. Возьми этот майор Гаврилов, который Брестскую крепость защищал там. Он один держал неделю больше 13 дней оборонных. И когда его из решеченного вытащили, так его немецкий генерал приказал лучший госпиталь немецкий положить. Да у нас разве положено? Если бы десятки рожков и... Да, как пример выставил его, как пример именно вот защитника Отечества. Да, да. Чтобы они на нем учились. Вот видите, как умеет он защищать строй, который безжалостный с ними. Но вы-то не то получаете здесь. У нас не понимают этого. Вот я иду, говорю, с меня, он тогда был еще архиепископ, где не он, до кухи, потом Ставропольский петрополит был. Я ему вопрос задаю, идем из храма, из Бакрульского Патрульского собора. Он меня знает, я у него бываю, беседую, часами сидим, он священников даже не принимает, полное пригожие. Я говорю, младыка, ну с чем я могу полезно там для церкви? Я понимаю, он полезно. Ну с чем? Ты в храм доходишь, я говорю, все службы, я не пропускаю ни одной службы, субботу, воскресенье имею в виду. Ну а что тебе еще надо? То есть, хоть я десяти пяний во лбу будь, хоть обладай пятью-десятью талантами, я совершенно не нужен. И лучше, чтобы у меня ничего не было, чтобы только ручки лодочки поцеловать пухну лодочку. Беда-то в общем. Им это как раз и не надо. Спасибо. 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 Спасибо.